Давай я на сундучок. Бегу на ящики. Давай кто-то... Ленька, сейчас я его дыману. Достала уже эта пиковая дама. Из-за нее последнее зеркало в квартире разбить придется. А это кто с ней? Пиковая дочка. Изабелла Борисовна, немедленно успокойтесь. Где же ваши хорошие манеры? Эй, дамочки, вы случайно адресом не ошиблись? Я из-за ваших криков катку в Бравл Стар слил. И мы вас вообще-то не вызывали. Нам и прошлого раза хватило. Я на чемпионат по покеру опаздываю, а мне вот пиковую дочку не с кем оставить. Так что она с вами немного побудет. Нет, я с тобой хочу. Тебе туда нельзя, ты еще несовершеннолетняя. Да я в карты лучше тебя играю. Нам тут ваша избалованная принцесса не нужна. И как вы видите, у нас тут сугубо мужской коллектив. А я вообще-то не принцесса. Оно и видно. И перевоспитание тяжелых детей это не наш профиль. Так что мы сейчас зеркальце тихонечко разобьем. Вы исчезнете и не будете нас впутывать в свои семейные проблемы. Скоро буду, всем пока. Я к маме своей хочу. Ну я вам сейчас устрою. Маме своей капризы будешь устраивать. А ну успокойся быстро. Ладно, и что нам теперь делать? Чем ее кормить будем? Да, ее странная мамаша об этом наверное не подумала. У нас еду в карты не выиграешь. Ее нужно в магазине за деньги покупать. А у меня есть деньги. А ну-ка девочка покажи монетку. Что на нее смотреть? Обычная царская монета 15 века. На жареную курицу хватит? А то я голодная, как волк. Да, самая обыкновенная царская монета. Еще и старая. За нее хоть бы пол цыпленка дали. Папа, ты уверен? Да. А почему у вас все так дорого? Ну даже не знаю. Времена у нас тяжелые. Ладно, я в магазин. Возьми еще монетку. И купи курицу побольше и пожирней. Хорошо. Эдик, я быстро в магазин. А ты пока смотри, чтобы наша гостья не скучала. Ну ладно. Давай, давай. Мне скучно. Хочешь в Бравл Старс поиграем? Парная. Будешь старой играть? Картами бросаться? Нет, давай лучше в дурака. На деньги. Так у меня нет денег. А я тебе одолжу. Ого, так ты похлеще своей мамаши. Хочешь меня в долги загнать? Не боись. Отработаешь. Ничего себе заявочки. Сама своей картой играй. Ой-ой-ой, обиделся. Я просто пошутила. А что это у тебя такое? Дай посмотреть. Ого, класс. Подари. Нет, это мамин, любимый. Тогда продай. У нас такие деньги не ходят. И этот поп-ит эксклюзивный. Его на базаре не купишь. Стой, серьезно? Да, мы его по интернету заказали. В магазине лёва.com.ua. О, папа с курицей вернулся. Сейчас будешь обедать. Я уже дома вкусняшки принёс. Апельсинки, мандаринки, рафаэлочки, шоколадочки, конфеточки и большая и жирная курочка. Папа, она же одну курицу заказывала. Ты что, сынок, мне для Изабелочки ничего не жалко. Ты представляешь, мне в ломбарде за те две монеты две штуки баксов дали. Эдик, мне поп-ит продавать не хочет. Ай-яй-яй, как тебе не стыдно, жадина. А ну быстро, пиковой дочке, поп-ит продай. Без проблем. Вкуснятина. Мне ещё 10 поп-итов нужно. Только разных и классных. Ого, чтобы 10 поп-итов купить, это столько денег нужно, что нам квартиру свою заложить придётся. Этих денег что, на 10 поп-итов не хватит? Ну, даже не знаю. Наверное, маловато будет. Ну, хоть пару штук, пожалуйста. Я хочу своим подружкам поп-иты подарить. Ну, подружки это святое, мы что-то придумаем. Думай. Только монеты отдай. Сначала поп-иты, а потом деньги. Там у неё этих монет на 20 тысяч баксов. Где нам взять 10 крутых поп-итов, пока её мамаша не вернулась? Беги на рынок, а я пока за ней присмотрю. У нас на рынке одна туфта. Она их точно забракует. Ты видел, какая она продуманная? Тогда у Лёвы заказывай. Там быстрая доставка. И поп-иты на любой вкус. Точно. Я пошёл за ноутбук, а ты смотри, чтобы она не передумала. Как ты столько ешь и не поправляешься? А я ем два раза в неделю. А ты случайно не знаешь? Твоя мама скоро вернётся? Не знаю. В прошлый раз её неделю не было. Надеюсь, в этот раз она быстрее вернётся. Бей его, ты что-то делаешь? Ааа, куда ты идёшь? Убегай, убегай. Да, мы победили этих слабаков. Кто там хотел поп-иты? Готовьте монетки. Ну, наконец-то. Ну что там, показывай, деньги есть. Супер эксклюзивные три радужных поп-ита. Поп-ит кошечка, поп-ит котик-мальчик и поп-ит мороженое. И стоят они всего три маленькие монетки. Беру все. Доставай ещё. Очень редкий поп-ит с цветочками. И цена всего одна монетка. Стоп, не продавай. Он же такой классный. Давай себе его лучше оставим. Нет, он будет мой. А теперь супер эксклюзив. Мега большой поп-ит на сто пупырок. Я бы за него сто монет отдал. Да, он реально так и стоит. Но мы для тебя сделаем скидку. И продадим его всего за одну монету. Беру. А сейчас два редких поп-ита в пластиковой оправе. Поп-ит сова и червовый поп-ит. Давай сюда. Две монеты. Всё, хватит продавать. Давай хоть парочку себе оставим. Нет, я все заберу. Сколько у тебя ещё осталось? Симпл-димпл бантик. Симпл-димпл ромашка. И ещё один беленький. Бантик и ромашку беру. А беленький какой-то скучный. Скучный? Да он вообще волшебный. И на солнце становится цветным. Вот это да. За две монеты продадите? Да он в закупке пять монет стоит. Но у меня больше денег нет. Только две остались. Ладно, тебе как постоянному клиенту за две отдадим. А ну смотри, вот это какая. Давайте мы поедем. Это будет пять. Это будет десять. А ты, Изабелла, девочка нежадная. Столько подарков своим подружкам купила. Они попытками будут очень довольны. Я вас обманула. Никому я эти попытки дарить не собираюсь. А мы на тебя не обижаемся. Сама будешь играться. Нет, продам их у себя в десять раз дороже. Ха-ха-ха. Что смотрите? Возвращайте меня быстрее домой. А мы не знаем, как это сделать.